МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа Фабрика новостей. Мы говорим о том, что произошло на неделе. Каждый день складывается из разных фрагментов деталей нашей жизни и жизни региона. Здесь, на Фабрике новостей, мы собираем эти детали вместе и смотрим, что получилось в итоге. Меня зовут Антон Петрович. Сегодня суббота, 29 мая. Вот о чем мы поговорим с вами и с нашими экспертами. Теперь за ним присмотрят. В Хабаровске назначено наказание маньяку из Южного. Отчет, который больше похож на послание. В рио губернатора отчитался перед депутатами о проделанной работе и рассказал о планах, мнении и комментарии экспертов. Десятых классов на всех не хватает. Почему у девятиклассников все меньше шансов продолжить школьное обучение? Как всегда, в Хабаровском крае официально нельзя, да и негде купаться. Виталина Кондрахина постаралась выяснить, как же так получилось, что живем на реке, а от жары спасаться летом негде. История одного доктора. Ученики и пациенты увековечили память русского нейрохирурга Ким Вон Ги. Оставь машину дома. Как в Хабаровске будут отмечать День города. И главное, куда в эти выходные лучше не ездить на автомобиле. И опять начинаем выпуск с уровня воды. Всю неделю мы следили за сводками, которые поступают от гидрологов и спасателей. Уже в понедельник было объявлено, что из-за подъема уровня введен режим повышенной готовности в Хабаровске. По всем прогнозам, большая вода должна прийти в край через несколько дней. Но это будет либо самый конец мая, либо первые числа июня. По информации гидрологов, гребень очередной волны движется с верхнего Амура. Сейчас он проходит территорию еврейской автономии. Как только он до нас доберется, уровень Амура у Хабаровска составит 450 сантиметров. Это называется неблагоприятное явление. Что это значит? Это значит, что начнет затапливать низины. Обязательно затопит дачи на островах Кабельный, Большой Уссурийский и Дачный. Обязательно вода придет в многострадальный поселок Корсакова-2. Сотрудники МЧС начали дежурить в местах возможного затопления. Судя по данным воздушного мониторинга, протоки и заливы уже наполнились водой. Так что дойти до некоторых дач посоху уже сложно. Ну и скорее всего ситуация изменится не скоро. Амур будет полноводный и соответственно подходящие гребни паводков, так называемые, с еврейской автономности, с Амурской области будут периодически повышать этот уровень. То есть фактического стремительного спада, как мы раньше фиксировали, что если гребень прошел, то после гребня идет спад. Нет, гребень будет проходить и соответственно некоторое замедление в росте уровня водности Амур. Но в целом спада мы не ожидаем. Высокая вода придет не только в Хабаровск. Также в начале июня неблагоприятных отметок достигнет уровень рек Бурья у села Усниман Верхнебуринского района, Урми у поселка Кукан Хабаровского района и реки Уда у села Уцкое Тугурочемиканского района. Естественно, жители края боятся повторения наводнения 2013 года. Уж слишком много воды этой весной и уж очень часто идут дожди. И надо сказать, что ученые не исключают такого варианта. Река сейчас находится в так называемом полноводном периоде. Ориентировочно он продлится до 2025-2026 года, а значит, нужно быть готовыми к приходу большой воды. Впрочем, более точный прогноз будет дан не раньше июля. Поиски утонувших людей продолжались всю неделю в Хабаровске, да и сейчас продолжаются. Коротко напомню, 20 мая в районе базы Дельфин подростка течением отнесло от берега, предположительно он утонул. 23 мая та же история в районе улицы Богачева, мальчику было 9 лет. Продолжаются поиски тела мужчины, который утонул 16 мая на реке Урми у поселка Дагардон. Во всех сводках говорится, предположительно утонул, так как тела до сих пор не найдены, по крайней мере, по данным на утро субботы. Водолазы уже обследовали десятки тысяч квадратных метров дна, результата пока нет. Сотрудники МЧС в очередной раз обращаются ко всем жителям края. Будьте предельно осторожны и внимательны, когда отдыхаете возле воды, тем более опять выходные. Более того, эти выходные праздничные. К теме отдыха у воды мы сегодня еще вернемся, тем более, что летом люди все равно будут купаться, хотя официально этого делать нельзя, да и негде. Но подробнее об этом поговорим в третьей части программы. Ну а пока деталь, которая начала формироваться еще год назад. На этой неделе к принудительному психиатрическому лечению был приговорен хабаровчанин, известный под прозвищем «маньяк из Южного». С декабря 2019 по февраль 2020 он нападал с ножом на случайных прохожих. Его жертвами стали 4 человека, один из пострадавших скончался. Ловили тогда неизвестного, но вот буквально всем миром. Жители Южного организовывали добровольное патрулирование улиц. Люди договаривались и провожали до дома тех, кто поздно в одиночку шел с работы. В итоге злоумышленника задержали. Он занимался грузоперевозками и на личном автофургоне. Вел здоровый образ жизни. По словам «маньяка из Южного», нападая на людей, он хотел вызвать общественный резонанс, чтобы помириться с девушкой. Злоумышленника направили в Московский исследовательский центр имени Сербского. Психиатры пришли к выводу, что он невменяем и болен шизофренией. В тюрьму таких не сажают, а отправляют на принудительное лечение в специализированном психиатрическом стационаре с интенсивным наблюдением. Еще в одном деле на этой неделе была поставлена точка. Оно не такое громкое, но довольно показательное. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о халатности при возведении дамбы. Напомню суть истории. 2013 год. Наводнение. Ну, как видите, так или иначе, сегодня возвращаемся к теме большой воды. В 2017-м в Комсомольске начинают строить дамбы. В 2019-м, когда на Амуре опять было наводнение, второе по значимости, дамбу в районе реки Силенко размыло. Ну, произошло это практически на глазах у полпреда Юрия Трутнева. Под угрозой затопления оказался целый микрорайон Комсомольска. Гидротехническое сооружение оперативно восстановили, и началось следствие. Так вот, по версии прокуратуры, виноват во всем оказался главный специалист отдела капитального строительства и технадзора службы заказчика краевого Минстроя. Ну вот, думаю, надо сделать небольшое отступление, чтобы все стало понятно. Вот структура должностей муниципальной и государственной службы. В самом низу специалисты. Далее старшие специалисты, ведущие специалисты, главные специалисты, начальник сектора, заместитель начальника отдела, начальник отдела, заместитель начальника управления и начальник управления. Ну, в нашем случае, начальник службы. Так вот, у главного специалиста, вернусь сюда, у главного специалиста нет даже права подписи. Да, он должен быть экспертом. Его задача обеспечить данными и анализом всех тех, кто стоит выше. Вот здесь, по служебной лестнице. Но принятие решений, это не его уровень. И вот, по версии Краевой прокуратуры, главный специалист отдела капитального строительства технодзора службы заказчика Краевого Минстроя не убедился в том, что при строительстве дамбы использовали неправильный песок и щебень. Также он не убедился в безопасности гидротехнического сооружения и, судя по предоставленной информации, занимался он этим в одиночку, а не в составе приемной комиссии. В итоге ущерб бюджету 43 миллиона рублей. Обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы. Бараки продолжают рушиться. На проспекте 60-летия октября в Хабаровске в доме 1957 года постройки обвалилась кирпичная стена. ЧП произошло в квартире на первом этаже. Среди ночи кладка, которая осталась от печи, завалила буквально всю кухню. Хозяйка с сыном в этот момент спали в комнате. К счастью, они уцелели. Это первое серьезное разрушение в бараке. Раньше здесь обваливалась только штукатурка. Жильцы к такой мелочи уже, в общем-то, привыкли. Когда-то временный барак признали аварийным только в декабре прошлого года, а ведь ему больше 60. Общий износ конструкции комиссия оценила в 70%. У соседей сверху на втором этаже теперь тоже опасно. Деформировалась стена в кухне, появились новые трещины и в других помещениях. И жильцы опасаются, что ночное происшествие было не последним. Тем не менее, переезжать в маневренный фонд они пока отказались. Этот барак и еще 64 таких же на проспекте 60-летия октября администрация города включала в программу расселения только в апреле этого года. По плану, новые квартиры люди должны получить через 2,5 года. Расследованием происшествия занялась прокуратура. Прервемся на рекламу. Вот о чем будем говорить через несколько минут. Отчет, который больше похож на послание. В рио губернатора отчитался перед депутатами о проделанной работе и рассказал о планах, мнения и комментарии экспертов. Десятых классов на всех не хватает. Почему у девятиклассников все меньше шансов продолжить школьное обучение? Как всегда, в Хабаровском крае официально нельзя, да и негде купаться. Виталина Кондрахина постаралась выяснить, как же так получилось, что живем на реке, а от жары спасаться летом негде. История одного доктора. Ученики и пациенты увековечили память русского нейрохирурга Ким Вон Ги. Оставь машину дома, как в Хабаровске будут отмечать день города и главное, куда в эти выходные лучше не ездить на автомобиле. Вы смотрите итоговую программу «Фабрика новостей». На этой неделе в Рио губернатор Михаил Дегтярев отчитался о работе правительства Хабаровского края в 2020 году. Это такая стандартная процедура, раз в год через нее проходят главы всех регионов. Для Михаила Дегтярева это был первый подобный опыт. Напомню, на должность в Рио губернатора его назначил президент России в июле 2020-го. То есть, по сути, это был отчет о проделанной работе не за весь год, а за 10 месяцев, в которые Михаил Дегтярев находится в должности. За это время в Рио губернатора успел объехать все районы Хабаровского края, сформировал новый кабинет министров, ввел новый формат общения с главами муниципальных районов. В Рио губернатора активно общается с жителями края через социальные сети. И, кстати, в день отчета перед депутатами он провел несколько прямых эфиров в социальных сетях. На этом организаторы отчета делали акцент. Большинство тем, которые Михаил Дегтярев поднимет в своем докладе, он получил в качестве обратной связи от жителей края. Надо сказать, что в этот раз многое было впервые. Но начнем с участников. Формально отчет главы правительства региона это обычное заседание депутатов законодательной думы, но в среду в зал пригласили не только парламентариев. Там были и главные редакторы средств массовой информации, и представители профессиональных объединений, и лидеры общественных организаций. Вот с какими ожиданиями они пришли на отчет. Ну вот с одной стороны отчет о проделанной работе это отчет о том, что уже случилось, но с другой стороны в зависимости от того, какие акценты будут прозвучать в этом отчете, наверное, будет строиться и будущая работа исполнительной власти. Каких акцентов вы ждете? Ну, на самом деле мы ждем акцентов в соответствии с своей общественной нагрузкой. Я имею в виду развитие предпринимательства, экономики в целом в крае. Мы знаем эти цифры, у нас есть неплохие перспективы. Я имею в виду на сегодняшний момент оттаяния инвестиционного климата. Для нас очень важны те национальные программы, которые президент уже озвучил. И очень важно, чтобы на территории Хабаровского края они тоже развивались и спускались вниз по ступенькам до муниципалитетов. Результаты пока трудно увидеть, потому что придут они, наверное, через год, через два, через три. Но, тем не менее, начал он свою работу, я считаю, с правильной стороны. То есть он от земли пошел. Он начал ездить по муниципалитетам, по образованиям, по поселкам. Встречаться с людьми. Каких акцентов ждет? В первую очередь лично я жду информации, связанной с социальной сферой, здравоохранения, образования, его конкурентноспособность, доступность и качество. И, конечно же, вопросов с демографической направленностью, потому что тот колоссальный отток и молодых, и квалифицированных кадров, которые сегодня есть в регионе, он напрямую связан со всеми сферами жизни и влияет на качество этой жизни. Поэтому вот те планы, которые направлены в эту сторону, они в приоритете. Я думаю, надо привлекать инвестиции. Регион большой, регион относительно сложный, регион, с другой стороны, с большими возможностями и ресурсами, и надо привлекать инвестиции вне, надо развивать производство. Потому что тот костяк, который раньше был в Хабаровске, у нас именно было много заводов, это были традиции заводские, они исчезли. У нас больше сейчас торговых центров, чем заводов. Поэтому надо упор делать на производство. Ну, давайте вернемся к самому отчету. Он, кстати, впервые проходил в городском дворце культуры. Зал там большой и вместил всех приглашенных. Когда все заняли отведенные для них места, под звук фанфар в зал вошли в Рио губернатора Михаила Дегтярев и председатель Краевой Думы Ирина Зикунова. Главы исполнительной и законодательной власти поднялись на сцену. Дальше началась формальная процедура. Это все-таки заседание Думы, а значит, нужно было утвердить регламент, ну и прочие вещи. Потом заиграл гимн. Я, честно говоря, на заседаниях Думы бывал много раз, в том числе и на отчетах нескольких губернаторов. Гимна не припомню. И вот после этого начался сам отчет, который практически сразу трансформировался в послание. Ну, то есть, Михаил Дегтярев рассказывал о том, какие проекты намерено реализовать правительство региона. Давайте пройдемся по основным тезисам. В 2024 году в Хабаровском крае должно сдаваться миллион квадратных метров жилой площади в год. Напомню, что по итогам 2020-го в крае введено 229 тысяч квадратных метров. Проблему будут решать с помощью комплексной застройки. Ну, например, в Хабаровске под нее уже зарезервировано шесть участков. Это же направление включает в себя помощь обманутым дольщикам и расселение аварийного жилья. Далее транспорт. Сюда входит строительство и реконструкция дорог. Основное финансирование планируется получить из федерального бюджета. Также здесь обновление парка техники, имеется в виду самолеты, автобусы, троллейбусы и разработка программы развития транспортной инфраструктуры. Речь идет о маршрутной сети, которая не менялась в крае больше 20 лет. Программу заказали в московском НИИ. Энергетика. В этом разделе речь шла о замене старых котельных на новые модульные. И, кстати, в этом году часть старых дизельных электростанций уже заменили. В следующем году для жителей северных районов будет снижен тариф на тепло на 10%. Причем, по словам Михаила Дегтярева, уменьшится сумма в квитанциях. Также в следующем году на территории края должна начать действовать федеральная программа по выравниванию энерготарифов. Это, прежде всего, касается предпринимателей, особенно на севере края, которые сейчас платят по 40-50 рублей за киловатт. Говорил Михаил Дегтярев и об оттоке населения из Хабаровского края и о том, как можно его остановить на его взгляд. Не всегда люди уезжают по причине отсутствия и средств, и необходимого имущества. И вы об этом прекрасно, коллеги, знаете. У всех есть знакомые, друзья, кто, заработав хорошие деньги, их перевозят на запад нашей страны. То есть им чего-то не хватает. Деньги у них есть. А чего им не хватает? А им не хватает стабильности, уверенности, как вы правильно вы с этого начали в завтрашнем дне. Я такую уверенность хотел бы, чтобы, хотел бы вселить в каждого, кто живет в Хабаровском крае. И для этого нужно вместе работать. Дела важнее слов, и нам есть кем и чем гордиться. Ну, так же говорил Михаил Дегтярев и о медицине, образовании, инвестициях и о многом другом. Отчет послания длилась больше двух часов. Но у меня пока вопросов, честно говоря, еще много. Например, а будут прилагаться к миллиону квадратных метров жилой площади поликлиники, детские сады и школы? Осталось-то всего три года. Или дороги. Новые трассы будут оборудованы ливневками или построят аналоги Краснореченской? Ведь там через пару лет дождь смоет все федеральные миллиарды. Посмотрим. Вот еще на что обратили внимание гости и участники отчета буквально пару комментариев. Аспект связанный, конечно, с инвестиционной деятельностью в крае. И, несомненно, я высоко ценю то заявление, которое он сделал о необходимости структурно ориентированного подхода к стимулированию инвестиций. Потому что мы многократно уже говорим о том, что у нас развиваются отрасли, ориентированные на потенциал минерального сырья. Но в то же самое время мы должны понимать, что есть большая разница в развитии высокотехнологичных отраслей и в развитии горнодобывающей промышленности. Вот это заявление достаточно серьезное и очень квалифицированное с точки зрения управления экономикой. Большой уссурийский тоже большая проблема, которая давно уже стоит, если мы это решим, это экономика Хабаровского края будущего. Если мы решим этот вопрос, то, конечно, он стоит отдельным инвестиционным проектом. У Михаила Владимировича в этом докладе как перспектива именно, да, то есть объявленная нашему президенту и президент тоже заинтересован в том, чтобы, значит, эту проблему развивать. Ну, конечно, такой отчет, послание, это не только и не столько про хозяйство, это в том числе политическая история, тем более в выборном году. Напомню, в сентябре мы выбираем депутатов Государственной Думы и губернатора. Вот об этом я поговорил с политологом Валерием Чудесовым. Валерий Владимирович, как вам такая форма? Вот с одной стороны уже традиционный отчет главы исполнительной власти перед депутатами, но сегодня все это было выстроено по-особенному. Что думаете по этому поводу? Вы знаете что, мне очень понравилась форма. Дело в том, что я очень давно еще во времена советские партийные работала на комсомольской работе, мы организовали много и был я на форумах партийных. Но вот сейчас сделано очень здорово, есть с чем сравнивать. Мне представляется, что такая организация работы, она очень позитивная. Хотелось бы сразу отметить, что это очень важно. Хотелось бы сразу отметить, что это впервые для заседания Законодательной Думы Хабаровского края. Это с подачи Дегтярева. Здесь мне бы хотелось подчеркнуть, скажем так, это его одна из фишек или стиль опора на общественность. Вот это вот приглашение людей, которые послушали и теперь понесут дальше информацию, то, о чем они слышали, это очень важно. И мне представляется, что вот эта опора на общественность это один из элементов успешной работы Дегтярева. Знаете, на что я обратил внимание, то есть отчет, ну, это же разговор идет о проделанной работе, но как-то он практически сразу и вроде бы с одной стороны незаметно, но очень точно перешел уже в планы будущей работы. Вы обратили на это? Да, я обратил на это внимание и здесь мне бы хотелось сказать. В принципе, вот сегодня речь идет о чем? Речь идет об эффективности работы исполнительной власти за эти 10 месяцев. Об эффективности работы. И в этой связи можно сказать, что такое эффективность. Это результативность решения тех проблем, которые накопились за предыдущее время. Их надо решать на данной территории. Это первый аспект. А второй это обеспечение динамизма социально-экономического развития. Мне представляется, что оба этих аспекта сегодня прозвучали. Сегодня прозвучали. Но, думаю, чтобы правильно понять все вот эти моменты, надо вспомнить, с чего начинал Дегтярев. Он прибыл к нам. Пандемия, протесты, чума свиней, потом наводнения, потом пожары. Ну, такой полный набор элементов, которые затрудняли вхождение человека во власть. И потом ему предстояла поездка по всем 17 нашим районам. И вот мне кажется, здесь уместно замечание такого плана. Мало увидеть проблему. Надо ее понять, затем принять управленческое решение. И самое сложное, уметь организовать процесс ликвидации проблемы и, конечно, жесткий контроль. Это фабрика новостей. Прервемся на несколько минут. Вот о чем будем говорить сразу после рекламы. Десятых классов на всех не хватает. Почему у девятиклассников все меньше шансов продолжить школьное обучение? Как всегда, в Хабаровском крае официально нельзя, да и негде купаться. Виталина Кондрахина постаралась выяснить, как же так получилось, что живем на реке, а от жары спасаться летом негде. История одного доктора. Ученики и пациенты увековечили память русского нейрохирурга Ким Вон Ги. Оставь машину дома, как в Хабаровске будут отмечать день города и главное, куда в эти выходные лучше не ездить на автомобиле. Вы на фабрике новостей, мы собираем вместе информационные детали и смотрим, что из этого получится. На этой неделе девятиклассники сдавали основные государственные экзамены ОГЭ. 12 тысяч 66 человек писали сочинения и изложения по русскому языку, а также показывали уровень знаний в алгебре и геометрии во время экзамена по математике. В этом году не обошлось без новшеств. Выпускники девятых классов, которые не согласны с результатами ОГЭ, могут подать апелляцию в электронном виде. Раньше нужно было обращаться лично в школу с заявлением. Теперь можно зайти на региональный сайт госуслуг услуги27.ру. Направить заявление на апелляцию онлайн могут участники экзамена представителей. Для получения услуги на портале необходима стандартная учетная запись. На ОГЭ для девятиклассников по большому счету ничего не закончится. Еще ведь надо поступить в десятый класс, а это по нынешним временам не так просто. У нас на связи Татьяна Матвиенкова, начальник управления образования администрации Хабаровска. Татьяна Борисовна, здравствуйте. Для начала, сколько человек в Хабаровске в этом году заканчивают девятый класс, а сколько сможет поступить в десятый. Здравствуйте. В этом году у нас почти пять с половиной тысяч детей обучаются в девятых классах. Это 218 учебных классов. Но, конечно, как правило, не все ребята выбирают путь продолжить обучение в десятом классе. Поэтому вот по тому анализу, который мы провели в школах, когда дети изъявили вместе с родителями желание продолжить обучение, на сегодняшний день планируется открытие порядка ста классов. Ну, это где-то будет около двух с половиной тысяч детей, 2700. А если, Татьяна Борисовна, сравнивать это с прошлым годом? Это примерно столько же, потому что в этом году мы выпускаем 2800 детей из 11-х классов. Но, если считать, что 2700 заявили на этот год в 10-й класс, конечно, кто-то изъявит желание в процессе сдачи еще экзаменов, кто-то, наоборот, может быть, откажется. Поэтому, даже если эта цифра будет варьироваться от 2700 до 2800, то это не критично и не проблематично. Хорошо. Тем не менее, многие родители переживают, что места не будет. Ну, знаете, например, в нашей школе сейчас 3,9, а останется только 1,10. Вы сами сказали, что больше, чем в два раза сокращение количества классов по городу. А вот почему такая разница? Ну, это традиционное сокращение, потому что школа перестает быть в 10-х, в 11-х классах камерой хранения. И она, конечно, в первую очередь мотивирована на то, чтобы дети получили и сделали свой выбор в профессии. Большое количество именно классов профильных, а не универсальных, куда идут дети, пожелавшие обучаться по той или иной, по тому или иному направлению. То есть, либо это социально-гуманитарное, либо это, естественно, научное, либо технологическое. Но очень многие ребята уходят после 9-го класса в средние учебные заведения. Это тоже замечательно, потому что сегодня рабочую профессию тоже никто не отменял, и она сегодня, эта профессия выходит на первый план в развитии экономики и промышленности. Поэтому я думаю, что в этом нет ничего плохого. Это очень естественный процесс, когда те ребята, которые готовы приступить к взрослой жизни и выбирать себе профессию, сейчас уходят в среднеспециальные учебные заведения, а те, кто мотивирован на поступление в высшие учебные заведения, они поступают в 10-й, 11-й класс. Хорошо, последний вопрос. Параметры зачисления в 10-й класс это некая общая величина для Хабаровска или каждая школа решает самостоятельно, кого брать, а кого нет? Поступить в 10-й класс нужно сдать обязательные экзамены, те как раз, которые сейчас идут ОГЭ, это русский и математика, кстати, здесь есть определенные новшества, потому что раньше ребята сдавали еще предметы по выбору, в этом году, в 21-м, они экзамены по выбору не сдают вот в форме ОГЭ, но они с 17-го мая писали контрольные работы, выбирая как раз тот самый предмет, который им потребуется потом в профильном классе. Поэтому вот этот критерий это результат экзаменов основных и контрольных работ, ну и если ребенок набирает одинаковое количество баллов с другим учащимся, то здесь вступает еще в борьбу портфолио, то есть это те результаты, те достижения ребенка, которым он шел, начиная с первого класса и которых он достиг. Поэтому вот портфолио и 316-м законом Хабаровского края и положением каждой школы это тоже как критерий учтено при приеме в 10-й класс. Поэтому очень хочется верить, что все, кто заявит свое желание, что они попадут, мы будем этому способствовать. Мы проанализировали как раз те заявления и то желание детей, которое было сделано в середине учебного года при выборе взрослых жен. Поэтому исходили из того, сколько таких заявлений поступило. Ну а дальше будем уже смотреть по ситуации, если потребуется открытие каких-то дополнительных классов, может быть универсальных, будем, конечно, это делать. Да, спасибо большое. Ну вот теперь наконец-то я понял, зачем мы все эти годы собирали портфолио. У нас на связи была Татьяна Матвиенкова, начальник управления образования администрации Хабаровска. Но и после зачисления в 10-й класс, ну или поступления в колледж, родительские переживания не заканчиваются. 9-й класс, дети уже взрослые, они сами отдыхают, гуляют и ходят на пляжи. Я возвращаюсь к теме, с которой начинал выпуск. В четверг появилось сообщение о том, что полиции и спасателям требуется помощь тех, у кого есть моторные лодки и желательно с эхолотами. Утонувших еще на прошлой неделе детей так и не могут найти. Одно из мест трагедии улица Богачева в Хабаровске. Кстати, в этом году ее планируется для ее патрулирования привлечь волонтеров-спасателей. Здесь не первый год гибнут люди, а стационарного поста нет и, видимо, уже не будет. Вот и было решено прибегнуть к помощи добровольцев. Если говорить об официальных постах, то на этой неделе они открылись в Хабаровске. Следить за обстановкой на воде матросы-спасатели будут на четырех городских пляжах. 16 человек. Большинство из них новички. Это студенты и аспиранты, которые берут подработку на лето. Ну, конечно, они прошли отбор и подготовку. Открытие спасательных постов довольно активно обсуждалось на этой неделе в социальных сетях. Не мог пройти мимо этой детали. И наш обозреватель, автор проекта Бульварной новости Егор Казарез. То, что спасатели нужны Хабаровску, это аксиома, это даже не обсуждается. Но вот я посмотрел сообщения в местных СМИ и набирали спасателей по-моему в конце зимы. Тогда требовалось 16 человек, зарплату обещали 20-22 тысяч рублей в месяц, работа двое суток через двое. Но, знаете, что я подумал? Все-таки 16 человек это маловато для нашего города. И опять же, если вот посмотреть, есть у нас топиарные фигуры, которые устанавливают на бульварах. Стоимость такой, ну, по разным оценкам, в районе 200 тысяч рублей. Это в принципе работа одного спасателя. Но мне кажется, что можно пожертвовать одной-двумя фигурами, чтобы набрать побольше народу, чтобы они могли не только вытаскивать в случае чего людей из воды, но иногда еще объяснять не очень трезвым хабаровчанам, что лазить туда, в эту воду не стоит. Ну вот, береговая линия города это почти 40 километров. По подсчетам мэрии здесь расположены 40 мест, где любят купаться хабаровчане. В основном, это, конечно, несанкционированные пляжи. Да к тому же купаться в Амуре нельзя, причем уже давно. Виталина Кондрахина посмотрела хронологию событий и постаралась понять, ну вот как же так получилось, что живем на реке, а от жары спастись летом негде. Хабаровск это город у воды, где негде купаться. Это такая антиутопия, где горожане тонут десятками, десятки же лет. Жара, летом и дикая духота, как в тропиках, гонит хабаровчан купаться в Амуре, как это делали сто лет назад. Тогда прямо в реке строили купели, закрытые, чтобы мокрые купальщицы не смущали господ офицеров. Подобные купальни строили в Амуре и в советские годы. Они были открытыми, горожане плавали на огражденной территории без риска быть унесенными течением. Именно оно один из убивающих факторов в Амуре. Второй фактор инфекции. 8 августа 2002 года мэрия официально запрещает купаться. Врачи санэпидемслужбы обнаружили в воде опасные вирусы, заболели 26 детей. С этого года приближения лета горожане ждут с одним вопросом, ну что теперь-то разрешат купаться? Но каждый год мимо пляжей Хабаровска плывут то бактерии, то мазут с военного завода, то химические приветы из Китая. И сам Хабаровск треть всего, что смывает в унитаз, без очистки сбрасывает в Амур. Достаточно много фекальных загрязнений. Официально то, что мы называем городскими пляжами, это дикие и опасные места. В Хабаровске есть только зоны отдыха на берегу, типа бульваров или скверов. Чтобы пляж стал местом для купания, нужна чистая по нормативам вода, дно без ямы опасных предметов и течение, медленнее, чем в Амуре. Больше 20 лет власти и ведомства штампуют запреты на купание. Горожане болеют тысячами, десятками тонут, но продолжают идти в реку поодиночке, парами, семьями и большими компаниями. У них есть оружие против заразы. Чтобы ротик закрывали, водичка туда не попадала. Стою и смотрю. Лето проходит, где детям покупаться? Негде. Жаркий день. Зачем он не жаркий? Купаться хабаровчане пытались еще в городских фонтанах, но эту радость запретили заборами со штырями. Для защиты детей с одной стороны и бюджета с другой. В воде электрика и дорогие фонари с форсунками. С городскими прудами поступили так же. Взамен открыли единственный на Дальнем Востоке пешеходный фонтан. Вокруг него даже кабинки владельцы хвастались фильтрами очистки воды. А потом выяснилось, что в строях фонтана плещется кишечная палочка. Заболели дети, фонтан закрыли. В этом году обещают открыть. Посмотрим. В Хабаровске после 60-х годов практиковали еще плескалки или лягушатники. Это маленькие бассейны на открытом воздухе. Такие стояли на спортивной набережной и возле озера Рица в Южном. Их не осталось. Зато остался Амур. В конце концов власти сказали «сдаемся». Запретить не смогли. Хотя бы спасать. И постепенно на городских пляжах начали устанавливать посты с обученными спасателями-добровольцами. Дежурства вдоль Амура стали ежегодными только после того, как на центральном пляже горожане своими силами целый час пытались спасти подростка, которого возле утеса сносило течение. Купаться в Амуре больше не запрещают, но и не разрешают. С конца 19 века до начала 2000-х годов в России существовало общество спасения на водах. Наблюдательный пункт этого общества в Хабаровске одно время находился на утесе. Так вот, более 100 лет наблюдений позволили этому обществу сделать вывод. Тонули, тонут и будут тонуть. А чаще всего нетрезвые мужчины. Выпил и пошел в воду. Вот так. Разогрелся. Зашел в воду холодную. Резкая остановка сердца. Человека нет. Ну, добавлю к этому свое наблюдение. Почему-то в Приморье на морских пляжах в воде натянуты тросы и сетки, стоят буйки. Более того, сам не раз видел, как люди в гидрокостюмах чистят дно на огороженной территории и косят водоросли. И все это зона ответственности муниципалитетов. Ну, как-то там они об этом договорились. Вы на фабрике новостей, мы движемся к финалу, но еще несколько деталей у нас осталось. Будем их собирать после рекламы. История одного доктора. Ученики и пациенты увековечили память русского нейрохирурга Ким Вон Ги. Оставь машину дома. Как в Хабаровске будут отмечать День города и главное, куда в эти выходные лучше не ездить на автомобиле. Вы на фабрике новостей. На этой неделе на здании 2-й краевой больницы появилась мемориальная доска. Она посвящена врачу с не совсем привычным для нас именем. Ким Вон Ги. Более 25 лет руководил отделением нейрохирургии. Примечательна история этого человека. Ким Вон Ги или Василий Александрович, как его называли коллеги и пациенты, родился на Сахалине. Туда его семью в предвоенные годы из Кореи перевезли японцы. Стать врачом Ким Вон Ги решил после того, как подросткам переболел туберкулезом. Образование получил в Хабаровском медицинском институте. В 1972 году врач-хирург по распределению отправился в Нанайский район. Через 3 года специалиста перевели в Хабаровск, где он 40 лет проработал в одной единственной клинике, второй краевой. Ким Вон Ги автор многочисленных научных публикаций и двух изобретений. Большинство врачей-нейрохирургов в регионе это его ученики, в том числе и нынешний главврач второй краевой больницы Михаил Космачев. Мемориальная доска врачу-нейрохирургу установлена по инициативе его коллег и учеников со всей страны. Участие в сборе подписи принимали и пациенты доктора. Ну вот, как говорят ученики и бывшие коллеги, Ким Вон Ги был легендарной хабаровской личностью, легендарным нейрохирургом. Кстати, о легендах. На этой неделе отмечаем день рождения Хабаровска. Хотя дата основания считается 31 мая, но по многолетней традиции все торжества проходят в ближайшие к этой дате выходные. Всю неделю в честь дня рождения Хабаровска на нашем канале выходил специальный проект «Городские легенды». Каждый день наши корреспонденты рассказывали об изюминках хабаровской архитектуры. Ну, конечно, я говорю о домах, которые были построены давно и очень давно. Например, вы знали, что еще 100 лет назад вдоль улицы Муравьева-Амурского каждое второе здание было гостиницей. Строить доходные дома и размещать на верхних этажах постояльцев было прибыльным делом. В дореволюционное время в краевой столице размещались десятки ведомств и чиновники со всего региона, да и не только, часто приезжали в командировки. Кроме того, городскими легендами стали и люди, которые, ну, практически в одиночку стараются сохранить архитектурное наследие города. Один из них меценат и реставратор Валерий Хедиров. Предприниматель уже восстановил несколько деревянных особняков. Один из них жемчужина деревянного зобщества, доходный дом купца Тоболова на улице Калинина. Когда-то здесь размещался гранд-отель и летний театр Варьете Эльдорадо с 20 ложами. И это только часть истории. Весь цикл «Городские легенды» можно посмотреть на нашем ютуб-канале. Ну, не откажите себе в этом удовольствии. Раз заговорили о дне города, думаю, стоит рассказать, как все будет проходить. Суббота и воскресенье обещают быть насыщенными. Но напомню, что традиционного костюмированного шествия в центре города в этом году не будет. По словам мэра Сергея Кравчука, его отменили из-за коронавируса. Хотя массовых мероприятий, ну, вот выражаясь канцелярским языком, будет предостаточно. Ну, видимо, появилось предвзятое отношение у чиновников к хабаровчанам, которые ходят колоннами и кругами по центральным улицам города. Ну, все-таки давайте посмотрим на расписание. 29 мая. Сегодня с 13 до 19 будет закрыто движение для всех видов транспорта по улице Муравьева-Амурского от Дзержинского до Комсомольской. Также перекроют улицы Запаринов, Рунзы, Калинина и Стомина от Уссурийского бульвара до Амурского бульвара. В это время здесь будет проходить фестиваль «Счастливый Хабаровск». Всю улицу разобьют на тематические зоны. Тут будут мастер-классы, тут спортплощадки, тут хендмейн, ну и так далее. На это время Муравьева-Амурского превратится в пешеходную улицу. Также 29 мая с 7 до 11 вечера перекроют движение транспорта на улицах, которые прилегают к набережной. В это время пройдет праздничный салют, проехать дальше Калинина сможет только общественный транспорт и, кстати, убедительная просьба не берите на салют собак. После каждого фейерверка телефоны губернии обрывают владельца потерянных животных с просьбами о помощи. Далее 30 мая Движения в центре города начнут перекрывать с 6 утра Продлится все это дело до 20.00 В это время будет проходить шествие оркестров, которые участвуют в фестивале Амурские волны. Кроме того, хабаровчане примут участие во всероссийском полумарафоне забег.рф Будут проводить названия всех не будут приводить названия всех перекрытых улиц их очень много скажу только что в воскресенье в центр города на машине попасть будет ну очень сложно причем проезд начнут перекрывать уже от улицы Ленинградской. Ну и конечно не могу не сказать о такой яркой детали этой недели как фестиваль Амурские волны это уже девятый фестиваль в прошлом году его не проводили а так бы отмечали в этот раз юбилей. Впрочем без ограничений не обошлось и в этом году иностранные оркестры не смогли приехать на праздник тем не менее Амурские волны собрали 600 музыкантов из 5 регионов России. Концерты шли всю неделю на разных площадках Большой плац концерт прошел в пятницу на площади Славы Трансляцию этого события вы могли смотреть на телеканале Губерния в пятницу вечером ну вот собственно поэтому фабрика новостей выходит сегодня в субботу нашей съемочной группе удалось побывать на репетиции и на концерте открытии в театре музыкальной комедии выступал центральный военный оркестр Министерства обороны России на сцену вышло 65 человек и это только половина коллектива остальные остались в Москве из-за ковида помимо взрослых музыкантов в фестивале участвуют 10 детских духовых оркестров из них был составлен сводный детский оркестр у которого как у взрослых были свои сольные выступления ну что ж у меня все хабаровщане с наступающим праздником это была итоговая программа фабрика новостей пусть в вашей жизни будет больше деталей и конечно всем удачи с наступающим праздником с наступающим праздником